Так звучит Михаил Глинка. Рояль Михаил Глинка. Новый инструмент в руках Ольги, студентке третьего курса Ивановского музыкального училища, словно послушный зверь. Рояль удалось приобрести благодаря нас проекту «Культура». Свой выпускной экзамен девушка будет сдавать на нем. Новый инструмент, он, конечно, очень замечательный, играется на нем очень удобно и звук очень хороший. Отличается тем, что звук намного лучше и нажатие клавиш намного приятнее, чем от старого. Сразу три рояля и одно пианино. Такой крупной покупки учреждение, пожалуй, никогда не совершало. Да и не могло себе позволить. В колледже восемь отделений. Приобрести дом, рук, ларнет или саксофон, предварительно туго затянув пояса, еще можно. Но такие дорогостоящие инструменты училище не приобретало с начала 90-х годов. Для нас, конечно, колоссальная цифра – 9,5 миллионов рублей. В нашем учреждении историческому, с нашими великими традициями, которым исполнилось 106 лет, действительно впервые поступило в учреждение три концертных рояля и фортепиано. Глинка Михаил. Для всех людей, которые живут в нашем Ивановском крае, это, безусловно, огромное достояние, как достояние в республике. На Ивановской базе Ивановского музыкального училища проходит более 12 всероссийских конкурсов и конкурсов международного значения. Новые рояли действительно важны не только для училища. Прикоснуться к искусству смогут все, кто бывает здесь в качестве гостя. И дети, которые делают свои первые шаги в музыке, и уже признанные артисты. Наличие этих инструментов, оно нам настолько необходимо, оно настолько важно, не только для просто обучения и подготовки наших студентов в консерватории, где они, конечно, очень котируются и где всегда их ждут и очень хорошо принимают, потому что у нас хорошая очень подготовка. Это очень важно нам для проведения различных мероприятий, которые постоянно проходят у нас в нашем учреждении. Опять же говорю, благодаря активности, я считаю, нашего директора. И, вы знаете, только что у нас прошли мастер-классы, к нам приезжали из Академического училища Примосковской государственной консерватории имени Чайковского. Ивановское музыкальное училище в этом году получатель самой крупной суммы. Чуть менее 7 миллионов рублей потратили на инструменты. На оставшиеся деньги купили мебель, ноутбуки, планшеты, интерактивные пособия. Более 400 изданий поступило в библиотечный фонд. Это и учебники, и клавиры. Всего же Ивановской области в рамках нацпроекта «Культура» в этом году из федерального бюджета выделено 25 миллионов рублей. 2,7 миллиона добавили из региональной казны. Ивановское музыкальное училище получит средства Вичугская школа искусств, Приволжская музыкальная школа и детские школы искусств в городе Кохме, Кинишме и Шуи. И сегодня уже этот процесс активно начался. Мы получаем музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы. Уже поступили в наше учреждение и рояли, и балалайки, и скрипки, и домры. По программе «Цифровая культура» региону выделена субсидия более 2 миллионов рублей. Это на оснащение трех виртуальных концертных залов – в Кохме, Приволжске и Комсомольске. В Кохмской детской школе искусств такой зал уже работает. Весь смысл в качественном звуковом оборудовании. Оно позволяет полностью погрузиться в творчество артистов. Трансляции из центральных концертных залов страны можно смотреть онлайн или в записи. Наша жизнь, культурная жизнь города приобретет новые краски и станет, конечно, гораздо богаче. То есть мы планируем организовывать концерты, трансляции в виртуальном концертном зале не только для учащихся детской школы искусств, но и, естественно, для жителей всего города Кохмы. Это, конечно, безусловно, и расширит зрительскую аудиторию, и поможет приобщить наших кохамчан к академическому искусству. Также благодаря нацпроекту «Хохмская школа искусств» пополнилась новыми инструментами – концертным роялем Михаил Глинка, Думрой и Баяном. Ребята уже вовсю обкатывают новинки. У него хорошее звучание, удобные ремни, хорошо сидит, хочется прямо играть. Чувствуешься артистом, ну, можно играть и соло, и в дуэте. Звучание у него очень хорошее, мех отлично держит. Елена Белова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ «Иваново». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова